Так, друзья, начало посещения одного из цехов Бобруйского тракторного завода. Да, начинаем с самого начала. Здесь у нас собираются задние мосты, серийные, вот это 622-й. Комплектация к нам приходит корпуса из Минска, с МТЗ, с Литейки. Здесь она у нас на участке гибких технологий обрабатывается, подается нам. Есть, конечно, детали и покупные, которые мы покупаем у сторонних организаций. Мост собрался, и дальше идет на второй участок. Так, это первый, это второй участок, да, идем? Да. Здесь вот на стапелях собирается уже трансмиссия. Опять же, кобот, как мы называем, полурама, коробка передач. Вот это серийная, вот это 622-я. Вот это панорамная, которые на конвейере сейчас стоят, мы посмотрим потом. На этих стендах они обкатываются. То есть проверяем, микрофоны стоят, проверяем на шумы. Шестеренки к нам приходят из Минского завода шестерен. СМЗШ. Да, СМЗШ. Подшипники есть и китайские есть, и наши тоже. Но локализация достаточно высокая по позициям. Да, именно, большинство белорусское. Да, большинство белорусское. И большинство мы, вот именно корпуса, все корпуса мы делаем у нас на заводе. То есть обрабатываем их, вот эти задние передачи, конечные, как мы называем, вот они. Мы их собираем в первом цеху. Они там тоже обкатываются, у них есть стенд. Мы просто стыкуем их. Сюда коробка, как вы поняли, полурама, передний мост. Он тоже собирается в первом цеху. Там тоже самое обкатывается, подается нам, мы здесь собираем. Просто собираем и обкатываем. Вот еще один стенд обкаточный. 16-2, для 622 тракторов здесь серийных. Да, вот, как бы в этот участок мы прошли. Все, двигаем дальше? Да, кабины вас интересуют. Ну да, давайте все, что есть. Вот на этом участке собираются серийные кабины под 320 трактор. Вот мы их собираем, опять же, каркасы мы варим сами. То есть наш цех тресово-сварочный. Там второй этаж, там на них их варят, на специальных стапелях. То есть у вас кабина получается технологии сварные. Если он на МТЗ, там 82-ка, это штамповка идет. Здесь сварные кабины на 220 трактор. Да, ну, сваривается все, вот от этого до этого. То есть закрылки, подкрылки. На резерву режутся вот эти части, боковины. Видите, отверстие под распределитель. То есть они ездят в нашу, опять же, в нашем ПСЦ. Подаются туда на сварку. Они варивают их и все. Мы потом их просто стыкуем. Ну, болты там, это понятно. Вот. Вешаются фонари. Передняя, именно задняя, одна фара. Но если трактор идет на экспорт, то вешаются две фары. Кстати, да, многие спрашивают, вот отличается ли экспортная кабина от обычной кабины в Беларусе. Нет, она ничем не отличается. Просто отличается дополнительно. Вот одна фара, видите, вот висит. С правой стороны можно ставить вторую. Ага. А качество материалов, дермантин, вот это вот, подороже, подешевле? Нет, нет. Все один подставщик. Все один в один, да? Да, то бишь, ничего не меняется. Все, все в основном, вот это сюда, этой кабине, оно все белорусское. Все. Все белорусское. Начиная от шома, заканчивая обивками, там все такое прочее. Это все белорусское. Стекла гомельские. Ну, как бы все. Но основная масса все-таки это 320, наверное, да? Да, да. По продаваемости, соответственно, по ним больше заготовлено компонентов. Ну, вот кабинка такая получается, вот. Сиденья белорусские, сиденья нашего производства, тоже заводские. Ну, и с России бывает. Ну, это 622 кабина собирается здесь. Красиво. Красиво, да. Опять же, все, все практически, все практически наше. Аккумуляторы там, ну, все. То есть, многие там люди пишут, там, комментарии, вот, там, завод стал, там, Китай очень много использовать. Это неправда, да? По кабинам я вам 100% говорю, что все наше. Все наше. От фонарей, заканчивая, я не знаю, моторредукторами, щетками, там, с чем, замками. Ну, все это наше белорусское. И баки топливные. Ну, здесь вот, если на 320, там, один топливный бак, то здесь уже два. Ну, трактор мощнее, турбированный движок. Естественно, чтобы он проработал хотя бы, там, ну, я не знаю, что в 8, то надо два бака. То есть, они переключаются, один закончился, включается, второй. Так, давайте двигаем дальше. Ну, дальше, вот. Мотор, я так понимаю, ломбардини сейчас ушли, да? Нет, еще есть. А еще есть на остатках, да? Но преимущественно потом будете переходить уже на ММЗшный мотор. Вот они, да. В основном, процентов 80 мы используем ММЗ. Это вот турбированный мотор. На 422, точка, один трактор. Вот идут такие, без турбины. Ну, вот и дальше, трансмиссия с покраски. Так, давайте у нас с самого начала, что вот начинается здесь, да, сборка? Да, здесь начинается сборка. Приходит трансмиссия, голая, естественно, пустая, без ничего. Ставит его пацаны на стапель. Здесь вот собирается, сюда ставится двигатель, устанавливается сцепление, выжимной, там, детский, чувак. Вот этот товарищ ставит мотор. Ну, и дальше уже пацаны по постам. Кто радиатор, кто бак, и потихоньку он движет. Сколько человек участвует вот в конвейерной сборке? Вообще у нас есть 20 человек. 12 человек. Собирается здесь 320-я машина? И 320-я, и 622-я. И 622-я. Ну, мы начали с 622-я, потому что они более сложные в сборке. Тут больше деталей. Во-первых, тут один распределитель. Чтобы все это подключить, вот они быстро получаются. Максимум, что мы можем сделать за смену, ну, 4-5 трактора. Распред здесь, вы не выносите их назад, они всегда в кабине трактора, да? Находите. Вот, разводите. А рычаги, да, они в кабине. Ну, там дальше мы придем, посмотрим. Давайте пойдем. Вот пошли, тут набивается, ставится гидроподъемник. Набивается навеска вся. Тяги назад сюда перейду. Так, у нас двухрежимный ВОМ здесь, да? Да, да, да. 40 тысяча и 540. 540, да? Тысяча, если тысяча нам надо, то вот сейчас он стоит на тысяче, ага. А когда выдвигаем, получается 540. А, здесь переключение именно сзади идет? Да, да, да. А МТЗ там надо подлезать где-то под нищим, там что-то. У нас более удобно. Более удобно сделано, да. Ну, все, и он поехал дальше, ставится. Здесь еще вот насос, МШ. Это именно гидравлика. Берется с гидробака масло, качается и сюда. Слушайте, не знаете, вот, например, потери мощности от двигателя до ВОМа, какая идет? Если на движке там 60 сил, на войме, честно, сколько сил получается у нас? Если подбирать навеску условно, сколько вот теряется по мощности? Я не знаю, не скажу. Процентов, наверное, 10 максимум. 10 максимум, думаете? Ну, это... Ваше мнение, да? Да. Ну, вот уже здесь, значит, собирается кабина, она тоже не просто собирается. Гидровыводы ставят спереди, сзади 4, спереди 4. Вот. Тут уже как бы полупроцентов до 80, где-то трактор собран. устанавливается щиток приборов такой уже более рогами но покруче чем все 122 тракторе и там металлический здесь пластмассовый то тоже минский но это как на двенашках на на да 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 они же идут на 82.3 на 1221 . один в один там просто на них еще там какие-то более больше приборчиков уже туда а у нас трактор попроще естественной двигателям джинни как не все это вообще каких больше двигателей продают в ломбардинии или ммз уже народ хочет вообще получили хороший двигатель выгачивали получила да ну вот знаете мы собираем из китайскими моторами но очень редко но забираем уже такие моторчики неплохие есть мы у них там нюансы проблем хранится по ломбардинии комплектующие очень дорогие те же там прокладка головки блока да вот такие на позиции нам мы же его не собираем двигатель нам со словакии их возили вот просто у нас остались запасовый элемент да 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 и вопрос установили обвешали вот точно выйдет с насосом вот рулевым радиатор нашего производства белорусского становится здесь это же рулевая колонка следующий этап он поехал дальше вы поехал дальше уже готовы готовый продукт здесь уже на нем все собрано его можно заводить и на нем ехать и суток захотите залезть и здесь здесь что у нас происходит уже вот именно в этом месте что с ним с трактором здесь ставится капот он еще без этих даже без наклеек без этикеток да 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 наклейки этикетки это у нас через дорогу там специальная служба есть группа предпродажные подготовки вот они и занимаются клей 3 но все что да да капот белорус там 622 до если человек хочет доклеивается на белорусская ушиванка а я понял национальная за да 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 все это по желанию давайте покажу как панель выглядит сейчас может зажигание выключить так вот выглядит до панель до из приятный такой кожзам да неплохое качество но я давно них не сидел что двадцать втором нам что-то поменялось да ничего не поменялось здесь можно увидеть да еще нет пола да где ставится короб такой потому полостью зашивается здесь пластиком вот таким такого же цвета здесь той стороны давайте до двигаем дальше тогда плохой трактор получает неплохое хорошие вот здесь уже все финишная прямая да да здесь запускается двигатель раздушивается сколько-то работает по времени да нет его надо раздушить видите здесь нету на не пробок ничего на радиаторе и поэтому чтобы его раздушить его заводят ну а повыше обороты открываем вот эту пробку на расширительном бачке и минуты две-три она ваза видно как поднимается уровень потом пузыри пошли потом он падает если надо доливаем то сону и все он поехал и все отсюда его берет водитель-испытатель регулирует схождение проверяет опять еще раз масла все все короче все жидкости проверяет на воздух на давление он там есть стендик проверяет гидрораспределитель на давление все и едет он где трактор стоит или на тот стенд или на это и и он его обкатывает обкатка идет минут минимум один час раньше было больше на каждой передаче надо было две минуты откататься нужно ли при получении дилеру там дополнительно заниматься протяжкой узлов это все делается здесь то есть мы как бы просто передаем клиенту трактор да да и сервисный интервью сервисный интервал у него там то 0 лет там 30 часов тогда да 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 ну опять же мы можем навесить свое навесное оборудование которое нужно тот же отвал тут же ковш кстати 622 идет с передним бывает у него комплектация это мы ставим его конечно с передним волном тоже да 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 и 320 122 а погрузчики вы сейчас если заказывать можете сальский ставится да 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 с ними договоренно отвалы мы делаем сами щетки делаем сами а погрузчики да то есть клиент может сразу получить готовую машину конец завода завелся и поехал работать да я сразу под ключи а вы делаете машины на склад или это все машины уже оплачены клиентами которые сейчас стоят но это надо спрашивать у нам спрашивать да потому что ну есть такие что вот санкции санкциями но мы на германию будем делать они сейчас как раз включили да да здесь получается вот сейчас он будет его развоздушивать а 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 вот я говорил съезжает на этом участке вешается только капот крылья это пацаны уже навесили сейчас а крылья вешаются задние вот на том участке здесь и зашивается внутри полностью на том участке 320 же тоже устанавливается кто как а под но зашивается все панельки зашивается именно вот здесь именно здесь вот комплектующийся да 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 для сборки до рукоятки крылья перенос готовый продукт уже выставлено то что до готовые трактора стоят собраны ну вот два трактора вот этих 451 это у нас купил купили из белоруссии вот эти железные облицовки сколько занимает примерно цикл сборки одного трактора вот на на этом конвейере то есть 12 человек работают да в день мы сколько делаем тракторов у меня живут 4 623 в 4 5 4 5 6 до 320 а эти 320 это можем делать здесь если есть не дадим столько 320 ну намного проще чему чем это получили с удовольствием можно до или служить напечканной и тут детали и всего прочего в разы больше